Участники строительства газопровода получили заслуженные награды из рук председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Почетные грамоты и благодарности он вручил перед церемонией начало поставок российского газа в Китай. Награждены и работники компании «Газпром Трансгаз Томск». Всего же над созданием «Силы Сибири» трудилось более 10 тысяч человек. В рамках запуска газопровода «Силы Сибири» одного из ключевых объектов восточной газовой программы «ПАО «Газпром» в одном зале собрались сотни специалистов. Все они последние пять лет трудились над реализацией этого уникального проекта и сегодня получают награды за вклад в строительство магистрального газопровода, по которому впервые в истории российский газ будет поставляться в Китай по восточному маршруту. Мы с вами газопровод построили раньше директивных сроков. Вы все просто большие молодцы. Россия и «Газпромом» есть чем гордиться. Почетные грамоты из рук председателя правления получили семь работников «Газпром Трансгаз Томск». Это представители различных профессий, которые работают в линейных производственных управлениях магистральных газопроводов, которые обеспечивают надежную эксплуатацию газопровода. В свою очередь глава Томской дочерней компании Анатолий Титов в честь исторического дня вручил Алексею Миллеру памятный знак. «Разрешите от имени коллектива «Газпром Трансгаз Томска» вручить вам знак за номером 301. Это участник строительства силы Сибири». Старт поставкам российского топлива в Китай дали в начале недели. Во время телемоста с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера диспетчер с компрессорной станции «Атаманская» открыл линейный кран газопровода. «Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт». Проект организации поставок газа по восточному маршруту стал крупнейшим соглашением в отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу силы Сибири в Китай из России будет поставлено свыше триллиона кубометров газа. Сейчас топливо в трубы поступает с крупнейшего в Якутии Чаиндинского месторождения. Для нашей страны этот проект важен ещё и потому, что часть газа будет поставляться предприятиям и населению Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире.